Рано Здравствуйте! Ну, наверное, надо что-нибудь вам рассказать, но я думаю, что, может быть, правильно, если вы просто мне зададите какие-то вопросы, потому что я даже не знаю, что рассказывать особенно. А когда зададите, то я сразу как бы сориентируюсь. Стас, здравствуйте! Мы знаем, что вас учил музыки Арно Бабаджанян. Вы показывали свое творчество разным классикам. В вашем доме бывали Дмитрий Шостакович, Мстислав Ростропович, Альфред Шнитке. Вы всю жизнь были окружены классикой и классиками. Скажите, рок-н-ролл возник в знак протеста? Нет, конечно. Вообще, как бы вот эти все великие имена были дома из-за мамы моей, потому что мама моя музыкант была всю жизнь. И как бы вот через нее такие люди приходили к нам в гости. А папа мой был военный летчик. И я поэтому с ним вместе ездил по гарнизонам военным, когда был маленьким. И он как раз любил. У него был магнитофон, бобинные еще тогда были в магнитофоне. И он крутил, часто очень слушал Акуджау, Галича и рок-н-ролл. Может, у меня оттуда, я не знаю. Но я тогда был еще совсем маленьким. Но тем не менее, вполне может быть, что от папы у меня как раз вот этот вот ужас весь и появился. Многим знакомо имя вашего деда Анастаса Микояна. Но мало кто знает, какие традиции, правила заложены им в семье и переданы сыновьям и внукам. Пожалуйста, расскажите нам об этом. Наверное, это какой-то такой патриархальный устой. Он уже был тогда пожилым человеком и как бы по-другому, наверное, относился к внукам, чем к детям. Наверное, более мягко. И получилось это очень интересно, что, ну, собственно, если говорить о последних поколениях, то вообще дед родился в деревне, в горной деревне, которое где-то посередине между Грузией и Арменией. Вот. Село называется Санаин. И там отец его плотник был, как, собственно, и в известной истории. Вот. И получилось, что как бы в семье родилось три сына. Вот. Младший был Артем и как раз средний был Анастас. И получилось так, что, значит, вот Анастас начал увлекаться языками. И там вот в те времена выучил и русский язык, хотя там не было никого, кроме как бы полицейского российского. И выучил немецкий язык. И в результате читал серьезную очень литературу, включая Маркса в подлиннике. Ну, вообще, довольно трудно представить, когда в какой-то там армянской деревне кто-то вдруг учит русский и немецкий язык. И у нас-то в переводе мало кто читал Маркса. Или я неправильно? Вы все читали Маркса? Не все. Через одного. Понимаете? Ну, поэтому такая интересная жизнь была в то время. И в результате этой жизни получилось, что вот Анастас занялся как бы вот политикой и в то время стал революционером. И фактически, как вы знаете, по известной шутке на эту тему, от Ильича до Ильича без инфаркта и пролича. Вот. От Ильича Ленина до Ильича Брежнева. Вот. Ну, конечно, это шутка шутками, но в действительности я сейчас занимаюсь тем, что поднимаю архивы и пытаюсь на основе документов и фактов восстановить его реальную жизнь за эти как бы 60 лет существования в руководстве страны. А младший брат его, Артем, он пошел совершенно по другой линии. И в результате вот основал авиационное конструкторское бюро МИГ. И вот МИГИ, это вот как раз те самые самолеты, которые он начинал. И, собственно, потом мой дядя уже продолжал это. И сейчас тоже там какие-то родственники наши работают. Даже сейчас. А если говорить дальше, то у него, у Анастаса Микояна, родилось пятеро детей. И все пять мальчиков. То есть было пять сыновей у них. Ну, вот один из них мой отец. Когда началась война, то они все попросились добровольцами на фронт. Ну, один совсем был маленький, поэтому его даже не стали разговаривать про него. А остальные только достигли как бы призывного возраста, хотя никто их не призывал. Но они все попросили на фронт. И вот практически трое из них реально воевали. Один стал в результате инженером в конструкторском бюро МИГ, Иван. А Владимир, Степан и Алексей, мой отец, реально воевали и были ранены. И Владимир погиб под Сталинградом. А Степан стал летчиком-испытателем, героем Советского Союза. Отец мой тоже всю жизнь летал. Заслуженный военно-летчик СССР был. Ну и вот такая вот как бы военная традиция была. Поэтому меня по традиции тоже отдали в Суворовское военное училище. Ну, Суворовское училище в то время было довольно такое серьезное заведение. Учились тогда семь лет. То есть я семилетнюю школу прошел. Семилетний курс Суворовского училища. За семь лет я фактически вот по два раза в год, значит, 14 раз ходил на парад по Красной площади. Это было 9 ноября и 1 мая. 9 мая тогда не было парада. Был 1 мая тогда. Вот. Так что я вот был мальчик с 6 класса. С 11 лет. Семилетка. Закончилась вот таким образом. Ну, вот такая бы довольно жесткая была атмосфера там. Но я совсем не жалею, потому что, наверное, все-таки вот какая-то военная выправка, я не знаю, военная дисциплина, она, наверное, должна все-таки существовать у мужчин-то во всех случаях. На всяком случае у Пушкина, у Лермонтова у всех это было. А со стороны мамы тоже довольно интересная получилась. Древо, так как ее мама оказалась, как бы это род Преклонских. Это один из древнейших российских родов. И она была последняя в роду Преклонских. То есть это моя бабушка, Ксения Преклонская. И это тот род, из которого появились род Пушкиных и Невитиных, и потом Гоголя, соответственно. Вот, интересно, что недавно как раз родственницы Пушкинов приехали в Москву и встретились с мамой. И они недавно общались, познакомились только сейчас. Вот, но такой род, который, наверное, один из самых древнейших. В результате вот он закончился по фамилии реально на моей бабушке. После этого уже фамилии другие были, хотя мы, в общем-то, в городе родственники, но фамилия другая. В конце 70-х в молодежную культуру вошли понятия секс, наркотики, рок-н-ролл. Стас, скажите, пожалуйста, вот чем вы занимались в семи... То есть сексом, наркотиками или рок-н-роллом? Вы это спрашиваете? Нет, хотелось бы узнать о вашей деятельности в бурные 70-е года. Конечно, мы, как молодые люди, естественно, по возможности бурлили. Ну, вот в 70-х, то есть в 69-м я организовал группу, третью уже мою группу, которая называлась «Цветы». А первую группу я сделал в Суворовском училище, она называлась «Чародей». Потом еще сделал одну группу, которая называлась «Политбюро». Мы играли где-то в подвале в каком-то, и практически почти не выходили на улицу. Ну, там мой брат играл тоже еще двоюродный. Вот. А в 69-м я уже тогда поступил в университет, в Институт странных языков сначала. Там сделал вот такой ансамбль «Цветы», который в результате 10 лет был запрещен. А так получилось очень, если уж говорить о бурной жизни, то вот мое увлечение рок-н-роллом привело к тому, что мы на каком-то студенческом фестивале, значит, стали лауреатами фестиваля. И вот тогда мы записали первую пластинку в 72-м году, которая, там, вот вы помните, там песня «Звездочка моя ясная», там «Есть глаза у цветов», еще что-то. Потом, когда вдруг неожиданно это было там что-то 7 миллионов, или я уж не помню, сколько-то миллионов там продалось пластинок. Но нам, естественно, не платили ничего, поэтому «Фера Мелодия» продавала их там 6,60 копеек, это было больше, чем доллар по тем временам. Поэтому сразу 7 миллионов долларов получить прибыль ни с того ни с сего. В общем, неплохая история, и неожиданная для них была. Они нам предложили вторую выпустить пластинку. И мы записали тогда песни «Колыбельная», помните, такие были у нас потом. Мы вам, честно сказать, на девчонок не глядим, это самая лицемерная наша песня по поводу девчонок. Ну и дальше уже, там дальше сложно началось. Нам дальше предложили, уговорили нас, точнее, профессионально попробовать выступать от филармонии, чтобы тоже филармония зарабатывала деньги. Нам платили тогда за сольный концерт на стадионе. 5 рублей 50 копеек каждому. Ну, а вы понимаете, у нас по 3 стадиона в день было. И ночью переезжали в другой город. Опять 3 работали, опять переезжали. То есть это был просто ужас. И когда мы заявили руководству филармонии, то они сделали очень простой шаг. Они на наше место взяли Штрейбрехев, а нас просто выгнали из филармонии. И оставили у себя название цветы, которое я придумал. Но название запретили наше вообще. То есть в результате Министерство культуры остановило название и запретили название как пропаганду хиппи. Там у них была своя логика. Поэтому мы остались без названия. И тогда вот ребята мне говорят, давай просто называться так, как меня знали уже, то просто назвать как группа Стаса Найдера. Песни у людей разны, А моя одна на века. В звезды дождя влюбленные Встречаются в синею небеса. Песни ночь в июле Только шесть часов А как без них прожить? А ну скажи, скажи Без них-то мы куда? Там просто никуда И там все века И вносят на руках И мы опять готовы руки подставлять Я вам скажу честно, что до перестройки, до появления Горбачева у меня не было никакой радости от того, что происходило вокруг меня. Где-то в 81-м году я организовал фестиваль в Армении. Такой, значит, сделал, в общем-то, его международным, но не пустили иностранцев сюда. Это был огромный фестиваль на стадионе в Ереване, после которого журнал «Тайм» американский, журнал «Штерн» немецкий написали, что это второй вот сток, что это просто уникально. Все хвалебные такие развороты, статьи. После чего у меня просто отобрали паспорт, выгнали меня отовсюду. То есть мы до 80-го были 10 лет запрещены. Потом вот только эти маленькие пластиночки выходили гибкие, там, раз в год. А радио, там, пресса, телевидение вообще закрыто было для нас. И получилось, что мы, значит, оставшись нигде, на улице, после нас, когда нас везде выгнали, где-то я вот написал эту последнюю песню, она называлась «Мы желаем счастья вам». В 82-м году я написал ее. Уже не было Владимира Гавриловича Харитонова, потрясающего человека и поэта, который нам очень помогал. И со мной вместе, собственно, из-за него я начал писать песни на русском языке. И вот тогда появились песни, там, «Рано прощаться», «Летний вечер». Это все я сделал с Владимиром Гавриловичем Харитоном. И Юрмала. Очень смешно. Он мне-то однажды позвонил, говорит, знаешь, «Амеж нигде не пускали». Он говорит, «А ты знаешь, есть один сейчас какой-то конкурс на лучшую песню про Юрмалу». И там все написали, можно там и Тухманов, и там все-все-все. Может, ты напишешь, если выиграешь, то тебе разрешат записать ее. Я говорю, Владимир Гаврилович, не могу, я вообще уже тошнит от всего, не хочу ничего делать. Ну, говорит, ну, давай, я тебя прошу. И мне по телефону продиктовал, значит, вот с моря ветром дунуло, там, та-та-та-та-та. Я говорю, хорошо. Ладно, и забыл про это. Потом мне, значит, уже мои ребята, музыканты, говорят, слушай, нам говорят, что надо ехать записывать ее. Я говорю, что записывать? Они говорят, песню про Юрмалу, ты же написала. Я говорю, да нет, не написал. А, говорю, да-да-да-да-да, была. И пока ехали они ко мне, чтобы я, я говорю, ну, приезжай, сейчас дам. Пока они ехали ко мне, там, полчаса, я за это время написал эту песенку. Приезжает этот Владик Петровский, у нас пианист был, и говорит, да, все понял, а припев-то где? Я говорю, какой припев? А мне Владимир Гаврилович продиктовал только запевы. Я и написал эту самую, про припев, я вообще забыл, что ты должен быть припев, стихов-то нет. Я говорю, ну, какой припев, чертова мать, я, ну, Юрмала, ну, Юрмала, Юрмала, вот и припев. И вот так песня написалась. То есть, в общем, я вообще не заморачиваюсь, особенно на эти темы. Ну, как-то само получается, я не знаю, как откладывается. Нам вообще запрещали играть в больших городах. Вот Москва, Питер вообще запрещены были, а даже большие города, больше миллиона, нас не пускали туда. И тогда тоже получилось так, что, значит, вот вдруг какие-то девушки, редакторы первого канала, тогда это ОРТ называлось, в 83-м, кажется, году, нашли эту песню «Мы желаем счастья вам» и поставили для того, чтобы она была сыграна на песне года. И вызвали тогда нас всех на телевизии, те, кто авторы, и меня тоже. И вот большая аудитория, и такая Людмила Крэнкель, была главный музыкальный редактор ОРТ, или как называлась тогда, сказала, вообще, это позор, такая песня, это стыд и позор нашей советской эстрады. Как вы могли принести такую песню? Я говорю, это не я принес, это вот ваши девушки нашли и меня пригласили. В общем, вы имеете в виду, что больше такого здесь не было, и больше не показывайте нам эту чепуху. И песня была запрещена три года. Вот 82-й, 83-й, и 84-м в декабре каким-то образом она, через, наверное, шофера на Игоре, который написал в результате запев, который попросил это сделать, вообще потрясающий тоже был человек, и ее вдруг пустили сразу в новогоднюю передачу. И с этого момента она уже стала как бы незапрещенной. Мы желаем счастья вам Счастья в этом мире большом Как солнце по утрам Пусть оно заходит в дом Мы желаем счастья вам И оно должно быть таким Когда ты счастлив сам Счастьем поделись другим Какой-то фестиваль намечался молодежи и студентов в Москве. Но ко мне пришел, нашел у меня какой-то американский руководитель хора детского, который сказал, мы делаем музыкальный мюзикл детский Дитя мира И можно мы вашу песню включим в эту программу? Я говорю, ну конечно, чего же тут меня спрашивать-то? Вот. И мы с ним как-то подружились и решили сделать вместе такой совместный детский хор. То есть тогда российский и, ну советский и американский. И вот с этого начался проект Дитя мира. С этим проектом мы впервые выехали за границу, на запад. После этого уже у нас началась другая жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда закончился этот фестиваль молодежи и студентов в Москве, в котором мы участвовали нелегально фактически, потому что Министерство культуры нас не поставило в программу, но от того, что вот эти американские наши дети, вот, когда я говорил, исполнили нашу песню, мы сделали совместный такой, вроде бы, сначала хор совместный, а потом мюзикл. А кроме того, приехали какие-то музыканты мои друзья. Это Мишель Легран, Микки Стеодоракис, Уда Лиденберг из Германии. И они все пришли ко мне там, приходили ко мне домой в гости. И мы там что-то придумывали. Потом выходили на сцену и играли. Когда вот мы начали очень успешно выступать на этом фестивале и нелегально, то ко нам предъявили претензии. Ко мне лично предъявили претензии, что я не санкционирована общаюсь с иностранцами, а в то время можно было общаться с иностранцами только с разрешения государственных организаций. И на коллегии Министерства культуры было официально объявлено, что группа Стаса Намина пропагандирует американскую военщину. Откуда? Чего? Оказалось, что наш барабанщик на концерте, там, внутреннем концерте вот этих фестивальных, участников фестиваля, внутренний, выступал, у него на рубашке здесь на кармане было написано Монтана. Они говорят, а фирма Монтана финансирует Пентагон. И, значит, после этого коллегии Министерства нас опять отовсюду выгнали, уже нам негде было даже репетировать. И вот тогда нас приютил директор парка Горького. Такой был Киселев. Павел Юрьевич его звали. И как-то мы случайно встретились где-то, и я говорю, ну вот вообще просто сил нет уже больше, на улице опять. Он говорит, давайте я вам дам маленькую комнату в Зеленом театре в парке Горького. И вот с этого начался вообще наш, наш вообще и центр оттуда начался, вот с этой маленькой комнатки. И там уже были все и Пинк Флойд, и Юту, и Пидер Гебриал, и все, кто только можно. Именно в этой комнатке были. А потом уже разошлось все, и потом мы стали уже, сделали центр большой, и теперь в этом центре театр. Да, вот мы были везде запрещены, но дети, которые на фестивале вместе подружились и выступали, скучали друг по другу, потому что они правда подружились. И американские наши вот ребята, вот Дэвид Вулком, наши друзья, с которыми я вместе делал этот проект, говорят, давайте сделаем телемост, чтобы дети в телемосте, вот в этом, через телевидение, но с другой стороны земли смогли увидеться и поголтать. И назвали его «Мы желаем счастья вам», и тогда впервые на телевидении появился Владимир Познер. И вот этот телемост прошел так, что вообще плакала вся страна, потому что действительно дети увидели друг друга, и действительно, как-то вот, и мы играли даже джем, представляете, там задержка полторы секунды или две секунды, я уж не помню, из-за того, что сигнал должен пройти через всю землю в другую сторону. Играть вместе очень тяжело, потому что запаздывание идет, но мы приноровились и с нашими друзьями, с которыми мы играли уже здесь, в Москве, сыграли вместе какие-то там песенки. Ну вот, этот телемост был очень показательным, и с этого началась наша, вот, наш проект поездки в Америку. Вот с этого телемоста началось, но здесь ничего не происходило, и здесь нас запрещали, так же, как и было, то есть, ничего не изменилось. А мы, как дурачка, мы репетировали себе и готовились к этой поездке. Дети там, все мы давали мюзикл, в результате пришла комиссия из Министерства культуры, посмотрели, сказали, это ужас, это позор, это самодеятельность, мы вас никуда не пустим, даже не думайте. Мы говорим, хорошо, а чего вы пришли-то? И дальше репетируем, как будто ничего не было. А там сумасшедшая реклама, там проданы все билеты, 45 дней тур, идет сумасшествие по всей Америке, а здесь вроде перестройка начинается, а нас не пускали в больших городах еще играть здесь. То есть, мы здесь запрещены, куда там в Америку? Туда еще не ездил ни Большой театр, ни Кукольный театр, ни там, как обычно у нас там все советские. И, значит, вдруг, когда неожиданно, я-то понимаю, что мы никуда не поедем, а вы знаете, что раньше надо было оформляться за границу за 45 дней в КАП-страну. И, значит, приходит к нам человек примерно за неделю до предполагаемого отъезда. Отъезжали мы 1 сентября. Вот за неделю приходит вдруг человек, но мы понимаем, что уже никуда там никто не оформляет нас, и говорит, у вас завтра портком. А я уже заведенный, потому что я же, у меня же трудный характер, почему со мной общаются-то все? И я говорю, нет, никаких порткомов не будет. Как не будет порткомов? Я говорю, не пойду, и на какой портком? А как же вы поедете? Я говорю, если надо идти на портком, то я никуда и не поеду. А Америка? Я говорю, плевать хотел на вашу Америку. И они, он растерянный, ушел, он был в штатском. А растерянный ушел. На следующий день пришел обратно и говорит, ну фотографии хоть дадите на паспорт. Я говорю, совсем другой разговор. Говорю, ребята, давайте фотографироваться. Значит, нам сделали фотографию на паспорт, и мы, значит, видно, там посмотрели, но все равно троих не пустили. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Турман! СТУМЕНТЫ adjuncts Юг-бала. 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 У продюсеров всегда есть стратегия. Как у вас все-таки получилось группу «Парк Горького» сделать единственной популярной «За океаном»? И как вы думаете, почему ни одна другая отечественная группа не смогла повторить этот успех? Ну, когда мы говорим про этот проект «Парк Горького», то это конкретный проект, который я придумал на экспорт. Я решил попробовать все-таки свои силы именно как продюсер. Поэтому я ее сделал на английском языке только, а не пели. И стиль, который я выбрал в то время, был, ну, как бы, наверное, наиболее популярен в тот момент. Там, глэм-рок так называемый, он такой, типа, поп-хард-рок. Ну, в общем, это, скорее, больше развлекательная музыка, хотя и, в общем, хард. Вот, и я прежде всего, конечно, ну, собрал музыкантов, в основном из тех, кто работал в «Цветах», кроме Коли Носкова. Коли Носков никогда не работал в «Цветах», но, с моей точки зрения, был самым прогрессивным, самым талантливым вокалистом в стране. Я их не выпускал из студии, мы только делали демонстрационные записи, репетировали. И первый концерт, вот, получилось, что я их поставил как бы в разогрев группы «Скорпионс», а тут получилось так, что мне удалось сделать, что парк Горького играл первое отделение. Их, конечно, там засвистали, потому что никто их не знал, и вообще они еще играть не умели по-человечески вместе. Но, как бы ни было, удалось сделать только 10 концертов в Петербурге. Стас, скажите, пожалуйста, а как вы восприняли то, что группа парк Горького вас, ну, фактически предала? Осталось за границей. Ну, я думаю, это нормально. Вообще в жизни никто не обязан никому. И, вы знаете, справедливость, честность, совесть – это редкие качества. Они очень редко встречаются. И я думаю, что это не только связано с рок-группами и с музыкантами вообще. Связано вообще с жизнью. Если вы встречаетесь с кем-то, у кого есть благородство, достоинство и совесть, то вы должны быть вообще благодарить судьбу, что вам повезло с такими людьми встретиться и общаться. Если говорить про конкретно Папа Горького, то там, в общем, такой, как бы, вот негатив весь, от которого все произошло, шло все от одного человека, и который просто соблазнил других на вот такую ситуацию. Что касается вложений, которые я сделал финансовых, конечно, я не оправдал себя, и все эти деньги потеряны, грубо говоря, они не возвратились. Ну, три с половиной года работы моей, мне кажется, для меня остались небесследны. Если я хотел себе доказать, смогу ли я что-то сделать, пробить железный занавес, американский, он самый сложный, значит, я, как бы, свои амбиции удовлетворил. Если бы удалось Парку Горького не развалиться, а вот так по этой линии идти, которую я сделал, и дальше, то они бы сейчас были не меньше, чем Скорпионс и Бонжови. Потому что уже тогда мы продали 450 тысяч альбомов, первый альбом, это больше, чем Бонжови в первом своем выпуске альбома. То есть фирму Polygram, с которой я сделал контракт прямой, я привез в Москву и Бонжови, и президента фирмы Polygram к нам в Парк Горького, в Зеленый театр, в наш центр. И там мы подписали прямой контракт, это был первый прямой контракт российских музыкантов с западной фирмой. Мы отправили их на гастроли после фестиваля, который я сделал в Лужниках. Но если говорить о том, как все начиналось, то я вот договорился с Бонжови, с группой Бонжови, и с самим Джоном, и с Ричардом Самборо, что они помогут мне раскрутить мою новую группу. То есть они для нее напишут песню и сами с ними исполняют. Это довольно серьезный момент, потому что это сразу ставит на другой уровень музыкантов новых. И кроме того, когда я сделал с Доком Маги фестиваль в Лужниках в 89-м году, это Московский фестиваль мира так называемый, и мы тогда привезли суперзвезд разных, но в стиле Ходрок в основном, то я туда поставил и свои тоже группы. Парк Горького там была группа, там неизвестная такая группа Нюанс, и Гарик Сукачев с бригадея были, которые выступили великолепно, на уши подняли стадион. А Парк Горького я тогда сумел, я мог только одну группу воткнуть в всемирную трансляцию. Там было довольно сложно, потому что всемирная трансляция подразумевает обязательно все знаменитые группы. Они не могут транслировать неизвестные группы. А Парк Горького никому был неизвестен вообще, ни у нас в стране, ни там. Это было второе выступление. И когда они вместе со суперзвездами, со всеми, на 59 стран мира транслировались, и в это время вышла пластинка на фирме Polygram в Америке, то, конечно, это все вместе, вот был такой, как бы, удар по аудитории, и группа стала суперпопулярной. И сразу после этого я отправил их на гастроли в Америке. И вот когда они поехали на гастроли, потому что я не мог ездить все время с ними вместе, потому что у меня было очень много проектов. Знаете что, перестройка, она нас свела с ума в тот момент. И мы, когда вдруг, попав в какую-то свободу и получив возможность заниматься разными вещами, бросились во всех смертные. Я забыл вообще про собственное творчество, и я думаю, что лет, ну, где-то 10 лет почти ничем не занимался. Только вот делал разный, там, фестиваль, там, рок из Кремля. То есть Кремль, который был всю жизнь у нас, вы знаете, какой, там сидели там понятные люди, и там были съезды только, и больше ничего, и съездовские концерты. И вдруг, раз я взял в аренду Кремль, сделал там первый частный концерт, снял первые ряды и поставил туда все запрещенные группы. От Юры Шевчука и Гребенщикова до, там, я не знаю, Гаррика Сукачева, Моральный кодекс, все-все-все, кто может себя представить. Когда мы сделали вот этот центр продюсерский, так называемый, да, где вот все запрещенные группы собрались, и на основе цветов это было. Потому что цветы предоставили своей базу для репетиции, инструменты, оборудование, студию, звукозаписи. Поэтому вот и Бригада ЭС, Гарик Сукачев, Моральный кодекс, потом Сплин, конечно же, Калинов мост потрясающий. И очень много, еще около 50 групп. Представляете, там все вместе, просто перечислить невозможно. Разные, от такого андеграунда, от альтернативы до, там, Ронда и, там, Саша Иванова. И там записывали все первые пластинки. А потом я сделал фирму Грамзаписи, которая выпустила практически все запрещенные группы страны. От кино и Кинчева Костя до Гребенщикова. Мне позвонил Боря Гребенщиков. «А можно у тебя выйти?» Я говорю, конечно, выпустили всех. И мы тогда получили какие-то золотые диски из каких-то английских компаний. Потом радиостанцию я сделал, такая СНС радиостанция была. Я не знаю, кто-нибудь из вас помнит или нет, потому что мы существовали несколько лет всего. Потом путь начался, у нас автоматчики пришли и закрыли нас. А потом уже отобрали у нас частоты, и не осталось радиостанции. Потом я сделал телевизионную компанию. Была первая частная телевизионная компания. На канале «Россия». Это Анатолий Лысенко был тогда директором, и он вот дал такое добро. То есть, в общем-то, это такие довольно смелые люди, которые позволяли тогда вот такому новаторству жить. Не они бы, ничего бы не получалось. Стас, ваши друзья – легендарные люди. Фрэнк Запа, Йоко Онна, Бон Джо, Велонардо Ди Каприо. У каждого сложный характер, свои амбиции. Что вас сблизило, как вы подружились и познакомились? Ну, наверное, то, что у меня тоже есть амбиции и капризы. Это и сблизило. Причем, я знаю, что вам должен сказать, что чем громче имена, чем выше величие, тем проще человек. И это касается и Роберта Де Ниро, который потрясающе скромный, достойный, интеллигентный человек. Кончает и, там, я не знаю, даже другое поколение, если говорить о Де Каприо, то он тоже потрясающе скромный, достойный человек. Кстати, он недавно мне говорит, я-то вообще по-станиславскому. Я думаю, так, если ты по-станиславскому, а мы-то тут почему-то, да. Конечно, мне повезло увидеть и общаться с поразительными людьми. Я вам скажу, что я очень дружил с недавно ушедшим. Ну, вообще, столько людей ушло, что даже трудно себе представить. Недавно ушел Мишель Легран, с которым мы сделали альбом, сюрприз для Мишель Леграна, и с которым дружили. По сей день мы с ним... Он пришел в гости ко мне, был где-то в прошлом году, был у меня в гостях, мы обедали, болтали, а потом начали друг другу автографы давать. Он мне, а я ему. Он гений секвенций. Он, с моей точки зрения, единственный из всех музыкантов мира, который сумел по принципу секвенций написать гениальные мелодии. Шербургские зонтики, там... И все. И больше никто не смог за всю историю человечества. Покажите мне хоть одну великую мелодию, написанную чисто по принципу секвенции. Когда мы были в гастролях в Америке в первый раз с цветами, то на пресс-конференцию нашу в Ходрок-кафе в Нью-Йорке пришла Йоко Оно. Это жена Джона Леннона, вдова там. И я у нее спрошу, простите, вы Йоко Оно? Она говорит, да. Я говорю, а что вы здесь делаете? Она говорит, у меня тетя русская. Представите себе? Японка Йоко Оно. Говорит, что у нее тетя была русская. И она воспитывалась на Чехове, на Достоевском, что она знает русскую литературу, драматургию. Я был поражен совершенно. Она меня пригласила домой, где они жили с Джоном Ленноном. Это такой известный дом в Манхэттене, Дакота. И мы там просидели чуть ли не сутки. Ночью она меня водила по всем барам и клубам, где играли знаменитые музыканты, знакомила со всеми. А днем мы с ней болтали про как устроена жизнь и про то, как вообще все происходило с Джоном Ленноном. Шон Леннон, сын Джона Леннона, был тогда вот такой шпендель маленький, что-то забежал к нам туда. И говорит, подождите, смотрите, берет, он забежал с пустой банкой Кока-Кола и вот так об голову и разбил ее, смел. Ничего себе, мальчик, каратэ. В общем, очень смешные были истории. Я играл на том самом белом фортепиане, на котором была сочинена песня Imagine. И вообще для меня этот поход в дом Джона Леннона, даже когда его не было, вообще остался на всю жизнь в памяти. И вообще Джон Леннон для меня является как бы стержнем великой группы Битлз. В 90-е годы вы начали выставляться как художник, как фотограф. Манеж, русский музей, дом художника. Почему вдруг всплеск в другом абсолютно направлении? Спасибо. Вообще, я так думаю, что все, что не делается людьми, делается все-таки от амбиций. Не было бы амбиций, я бы не научился играть на гитаре, я бы не научился играть на ситаре. Знаете, что я умею играть на древнеиндийском инструменте. Я, кстати, у меня были гастроли в Индии. Это, знаете, примерно так выглядит, как если негр приехал на балалайке играть к нам сюда. Ну, во всяком случае, принимали там, все там, рукоплескали, народу полные залы. Вот. Но это что это такое? Зачем мне нужно научиться было на этом играть на инструменте странном? Там 20 струн, и не поймешь, чего там происходит. Ну, наверное, амбиции, конечно, все. Но, по большому счету, если вам так попытаться проанализировать, то, для меня все-таки разные виды искусств это как разные языки, на которых можно разговаривать, но каждый язык позволяет что-то такое сказать, что нельзя сказать на другом. И если там рок-музыка это одно, поп-музыка это другое, а у меня есть и поп-рок, и там и рок, и разные направления, да? Я сейчас вот думаю, что если бы я написал «Мы желаем счастья вам» в другом стиле, то она бы не была самой популярной песней в стране за последние 35 лет. Сколько уже? То есть 30... 35, да? 45? Пугаете меня. Так сколько ж мне-то? Она, вот эта песня все-таки вне жанров. И я вот последние 20 лет занимаюсь уже симфонической музыкой в основном. и вот когда я написал «Сюиту» «Осень в Петербурге», она состоит из 8 частей, это как бы для меня в симфонической музыке я бы сравнил что-то так с сборник рассказов. Вот даже внутри симфонического жанра, так же, как внутри литературы, существуют разные возможности в зависимости от форм и направлений. И вот когда я вдруг почувствовал, что чему-то мне хочется написать большое произведение, серьезное, где я могу что-то более глубокое и серьезное сказать. Ну, это же мне кажется так. Вполне возможно, что у меня это не вышло. Ну, сейчас я уже думаю, что вышло, потому что недавно исполнил Лондонский симфонический оркестр мою симфонию. И даже здесь у нас в Большом зале консерватории премьера была Российского национального симфонического оркестра, где дирижировал Плетнев, и даже он предложил мне сделать свою собственную редакцию. Для меня это большая честь, потому что великий музыкант, если он берется то, чтобы сделать собственную редакцию моей симфонии, значит, он что-то там увидел. Играет музыка А сейчас эта симфония в исполнении Лондонского симфонического оркестра вышла в Америке и в Англии, по всему миру уже пошла, в том смысле диски вышли. И начались рецензии. И, конечно, после этих рецензий я уже себя чувствую более-менее спокойно. Так я вообще-то нервничал, потому что когда мне первый раз сказали, что Лондон стимфонический оркестр согласился записать мою симфонию, то я решил, что меня просто кто-то подкалывает. потому что, как бы, да, из грязи в князи-то. Чего там из рок-н-ролла куда-то, с какой стати? Но оказалось, что это правда, и даже не только он, еще несколько оркестров согласились, но уже, как бы, еще пока не дошло до этого. Вот, но это разные языки. Я, то, что я могу сделать там в песне ностальгии по-настоящему, это я не могу сделать в симфонической музыке. И наоборот, то, что получается там, скажем, в живописи, вообще, все, что я делаю, все только на уровне интуиции и личного субъективного кайфа. И еще есть у меня одна проблема, которую многие считают за проблему, но мне кажется, ничего страшного в этом нет, что, в общем, я стараюсь делать то, что красиво. Мне неинтересно в искусстве, там, в кино или в любом творчестве делать уродство таким образом, как бы, отображая жизнь, как зеркало жизни. Понимаете, что я имею в виду? Мракобесие. Достаточно в жизни. Еще я буду в искусстве это показывать? Вот для меня искусство – это сказка, это романтика, это то, где я ищу красоту и пытаюсь ее сформулировать. Стас, у вас есть такой документальный фильм об Эрнсте «Неизвестном», где вы называете его своим кумиром. Почему вы так считаете? Вы, наверное, имеете в виду Эрнст «Неизвестный»? Да, Эрнст «Неизвестный». Эрнст «Неизвестный». Да, извините. Вы его считаете своим кумиром? Почему вы так считаете? И кто еще из людей, которые известны, может быть, не очень известны, является для вас ориентиром в жизни, вдохновляет вас на творчество какое-то сейчас, в данный момент? Вы знаете, он не конформист. Он был старше меня. Однажды он мне рассказывал интересную историю. Мы были у Зураба Црителя в гостях, и где-то мы там болтаем что-то с ним, и он говорит, «Ты знаешь, что однажды...» вспомнили про моего деда. Он говорит, «Я тебе расскажу одну историю, которую мало кто знает. Точнее, никто не знает. Когда Хрущев выступил против всех нас, там, Вознесенский, Ихтушенко, вы помните, всех он там... И, говорит, против меня, естественно. Я вообще понял, что после этого тюрьма. Я чувствовал, что это... Вот если так вот он открыто, жестко выступил против нас, этим не кончится просто так. Да. Я был в страшном подавленном настроении, объявили перерыв. И был антракт вот в этой всей ситуации. И мы все вышли на фойе Кремлевского дворца съездов, и ко мне никто не подходит, потому что все понимают, что вот сейчас это уже конец, да? И я хожу, иду один, совершенно подавленный. Вдруг меня кто-то обнимает, говорит, вот так, за плечо. Я смотрю, это Микоян. Он говорит, дураков в жизни много. И у нас, говорит, в Питерпольбюро достаточно. Он имел в виду конкретного человека. Вроде бы ничего особенного не сказал, да? Он говорит, у меня, говорит, как камень с плеч. Вообще, очень интересные были отношения между Микояном и Хрущевым. С одной стороны, после сталинского периода, вот я сейчас по документам говорю, по фактам, это была инициатива Микояна, разоблачения сталинского режима. И Хрущев на это согласился. И в результате они были единомышленники в этом смысле. Но в смысле личностном, на уровне как бы внутренней культуры, они были совершенно разные люди. По-другому, по-разному образованы, по-разному представляли себе, как надо вести себя вообще в обществе, в жизни. Разное понимание благородства было у них. Недавно я прочел протокол политбюро, заседание политбюро, когда снимали Хрущева. Страшный протокол. Вы знаете, что готовилось снятие давным-давно, и там была серьезная очень команда, которая все приготовила четко. А Хрущев наивный. Ну, не будем сейчас квалифицировать его, потому что это не тот момент, когда надо, потому что это довольно непростой человек. Обладающий и большими талантами тоже. Хрущев по наивности не мог себе представить, что такое будет. И на политбюро он не мог себе представить, что его сейчас настолько опустят. А его опустили так, что он расплакался. Он на политбюро расплакался. При мужиках, при всех, которые про него такие вещи говорили. И в результате все до единого сказали исключить его из руководства страны. Единственное, Микоян сказал не исключать. Он это сделал одновременно, с одной стороны, из благородства, потому что он был с ним все это время и не хотел его предавать. А с другой стороны, он тем самым предписал себе приговор своей карьеры. Потому что, написав это, сказав это, он сформулировал, что он не будет в той команде. Он другой точки зрения. В результате, он единственный из руководства страны за всю историю Советского Союза, кто добровольно ушел на пенсию. Он когда увидел, что дальше с этими людьми работать невозможно, он просто взял и реально ушел на пенсию. Стас, репертуар вашего театра поражает. От грандиозного мюзикла «Волосы» до спектаклей по Шукшину и Ворыпаеву. Что определяет ваш выбор? Спасибо. Конечно, все, что я делаю, только основано на моем личном субъективном вкусе. И я не настаиваю никогда на том, что это правильное решение. Просто, ну вот я так делаю, но я пишу такие песни. Что же я могу сделать? Мне надо по-другому, что ли, писать? Я не умею по-другому. Ну, может, умею, но не хочу. Ну, и то же самое с театром. Я вообще сделал театр случайно. Я всегда увлекался театром в 70-х. Ходил на все премьеры, был на, не знаю, на всех премьерах Артаганке, и тогда еще подружился с Любимовым. Вот. Поэтому театром увлекался всегда и никогда не думал, что сам вообще каким-то образом до него дотронулся. Потом, когда я вот закончил высшие сценарные режиссерские курсы при Госкино, у меня там были театральные постановки, они курсовые были. То есть не все в кино там еще были, кроме съемок, были еще и реальные живые курсовые постановки. Тогда была очень смешная история, опять же, рассказывать столько все, невозможно. И когда я сделал одну постановку, я нашел таких молодых ребят, две девочки и мальчика, которые танцевали. Они только приехали из какой-то Прибалтики. И я их тогда взял, сделал с ними постановку, курсовую работу. Тогда только что вышел фильм «Весь этот джаз». и там была такая сцена, называлась «Эротика». Это сцена, где комиссия принимает балетную постановку небольшую. И они там как бы в ужасе смотрят на эту эротику и говорят «нет», там то-то, то-то. А внутри там постукивают ногой так. И я попробовал сделать примерно такую же ситуацию. У нас это были как раз экзамены, и все преподаватели высших сценарий режиссерских курсов, известные и довольные режиссеры, я сейчас не буду называть их фамилией, а то им будет стыдно. Они были у нас экзаменационной комиссией. Я сделал сюжет, как будто молодой человек с девушкой в баре. Вдруг приходит девушка, которая девушка вот этого молодого человека видит, что он с другой девушкой, ревнует, у них начинаются разборки, и мальчик пытается вступиться, и они в результате находят между собой общий язык, а мальчика как бы оставляют, он остается один, они уходят вдвоем с двой подружки. Все это на джазовой музыке с такой со светом странным, с такой с дымом. И, да, я забыл сказать вам, что это трио экспресс, это Боря Моисеев был и две девочки. Вот. Потом я Борю взял, все трио взял работать в цветах, они у нас долго работают, потом отдал Пугачевой. Потом он мне как-то звонит, можно я, как думаете, можно я, смогу я спеть чего-нибудь? Я говорю, Боря, ты все сможешь, вперед. Очень было смешно. Недавно где-то на серебряной галоши мы с ним сто лет не виделись, и вдруг он меня увидит, Стас, вы меня нашли, я вам благодарен, вы мой гуру. Я говорю, Боря, никому об этом никогда не рассказывай. Он вообще очень, очень неглупый человек, очень тонкий, игры в играх, в которые он играет, это шоу-бизнес больше, чем в действительности, он очень достойный парень. Я вам рассказывал о другом о чем-то, но сбился на Борю. Что-то вы меня спросили про... Про театр ваш. Да. Театр получился случайно, потому что однажды меня пригласил на на премьеру мюзикла «Волосы» в Голливуд. Пригласил продюсер этого спектакля, такой Майкл Бартлер. Это тот самый человек, который поставил его в 69-м году на Бродвее. После этого с Милошем Форманом сделал фильм «Волосы». И вот он уже буквально 20 лет назад сделал в Голливуде еще раз эту постановку и пригласил меня. Я прилетел туда и прямо с самолета был уверен, что засну, как только потушу свет. Знаете, потому что разница во времени. И вдруг там такое действо началось, что я с открытым ртом смотрел полтора часа и подумал, что ну вообще-то вот этого у нас вообще даже близко нет в стране. И это вообще можно сделать. А меня мой товарищ давным-давно в Москве просил меня забрать у него театр. и тут вдруг, когда я увидел этот мюзикл, я подумал, что действительно, может быть, сделать такое, попробовать штуку. И приехал в Москву, позвонил ему и говорю, беру. И это бумажки, собственно, я взял бумажки, просто, что мы существуем как официальный театр. Ничего не было. я начал набирать компанию, в смысле, актеров для этого спектакля. А в помощь я специально взял несколько актеров из Америки. И Майкл Батлер, мой друг и продюсер, тоже приехал. Сделали русскую версию вот спектакля «Волосы», который, в общем, культовым считается даже в Америке. После этого «Иисус Христос суперзвезда» тоже. И мы оба их сделали. Это первые спектакли, которые были в репертуаре нашего театра. И дальше я начал думать о репертуаре и решил, что репертуарная политика должна быть такая, чтобы актеры научились играть разные театральные жанры. От комедии и трагедии до там драмы и всех видов мюзиклов и музыкальных спектаклей. И главное направление, как бы вот, от которого шла стилистика нашего театра, не заштампованно, такая институтская, когда они все закончили один и тот же институт театральный, и у всех совершенно одинаковые манеры разговаривать, читать стихи, петь по-театральному. Все поют профессионально, играют серьезно, и у нас танцуют. На Западе это называется трипл трек, когда актер профессионально владеет тремя профессиями. Солнце без страсти рожало, жгло воспаленным лучом, задернем пыльным покрывалом, заколотим бетонный дом. Недавно сделали спектакль с Михаилом Шемякиным. неожиданный спектакль по его биографии, по его эмиграции в Америке, где он просто такой аутентично вспомнил все, что было, и сам написал дословно «Ничего не придумано». И туда вошли персонажи, которые многие знают, многие из них как бы являют собой историю российской культуры. И они в этом спектакле такие, каких Миша Шемякин их видел лично своими глазами. У нас есть великолепный спектакль с моей точки зрения по рассказам Шукшина, называется «Космос», где ребята действительно танцуют и поют настоящую русскую народную музыку. Что такое настоящую, да? Это ту, которую пели в деревнях. Ту, который такой был ансамбль Покровского, если вы слышали. Вот это та самая такая русская народная музыка, которая граничит с русским плачем, которая настоящая, исконная. А в последний момент, последние годы мы нашли такой стиль интересный, где сочетается современная хореография, вокал и актерское мастерство. Это такие спектакли у нас, как «Жилец вершин» на стихи Велимира Хлебникова. Музыку написала группа «Аукцион» и Алексей Хвостенко. Написать музыку на стихи Хлебникова не удавалось еще никому, потому что Хлебников очень непростой поэт. Вот. Во всяком случае, советую всем почитать «Доски судьбы» и представить себе, что такой был парень, который ходил с мешком вот так вот. И стихи у него были, котомка такой, мешок там. Они выпадали время от времени. И как-то он позвонил в Смольный и попросил Ленина. И мы говорим, да кто это? Он говорит, это председатель земного шара, говорит. А он себе придумал псевдоним Велимир Хлебников. Вообще его звали Витя. Он закончил Мехмат. Представляете себе, да? Великий поэт закончил еще и Мехмат. Поэтому это такая нумерология судьбы, которую он, ну, я не буду сейчас в Прохлебникове, это отдельная история. Советую всем к нему очень внимательно отнестись. А вообще мне в жизни повезло. Мне преподавали просто гениальные люди. Ну, помимо Саши Миты, который преподавал мне кино, преподавал мне вообще такой человек Лев Гумилев. Вот он читал нам лекции и семинары два года. Я с ним очень подружился, и мы с ним оставались очень долго, говорили. Паола Волкова, представляете себе, кто это, да? Это вообще удивительная женщина, историк, искусствовед, с которой тоже я очень дружил еще и после того, как закончил. Это преподаватели Толя Васильев, своеобразие его постановок, наверное, особенно в те времена он просто сделал революцию в российском театре. Стас, мы знаем, что у вас трое детей. Хотелось бы узнать, чем вы руководствовались, когда воспитывали их? Кем бы вы хотели их видеть? И как, что для вас значит дать свободу детям? Ну, я думаю, что я ничего умного вам не скажу такого оригинального, потому что думаю, что все люди примерно одинаково представляются, как надо воспитывать детей. Ну, во-первых, никак. Надо просто жить с ними вместе, уважать их и общаться с ними, как со взрослыми людьми. И если вы их обидите, то это будет не просто обида, а очень серьезный обида. Потому что свобода их заключаться должна быть в том, чтобы они мыслили свободно. Мыслить свободно, это все равно, что поступать свободно. Поэтому я думаю, я ничего не могу сделать с детьми более, чем мама моя сделала со мной. Или там, и возможно, только сделать так, чтобы дети как бы если они будут тебя уважать и к тебе относиться как бы по-честному в ответ на твою честность к ним и твое уважение к ним, больше, наверное, ничего не существует. И что я хочу, чтобы с ними было? Ну, чтобы они были вот такими нормальными людьми. А дальше, что Бог пошлет. У всех свои таланты, свои направления. И их свобода, это свобода выбора в жизни, конечно. Стас, вы очень талантливый человек, очень много чего достигли в жизни. Скажите, чего вы еще хотите? Талант – это радостно, конечно, это самое главное, наверное, но кроме таланта еще должно быть часы, дни, годы труда, работы и концентрации мозгов. И поэтому я к таланту отношусь не с большим уважением. Я больше отношусь с уважением к человеческим качествам. я знаю много талантливых людей, с которыми я бы не сел, как это говорят в русском языке, забыл. Да, не сел. Значит, поэтому талант не соответствует человеческим качествам. Это не прям пропорциональная зависимость. и для меня человеческие качества намного важнее, чем талант. Вот, поэтому, когда вы говорите талантливый, ну, я не знаю, ну, да, наверное, что-то получается. Что я еще хочу? Я абсолютно счастлив. У меня в жизни получилось так, что я я не думал вообще, что вот после 50 лет я буду что-то делать вообще интересное. Когда я занимался там музыкой, увлекался рок-н-роллом, я вообще не представлялся, что что-то будет в те времена, потому что 50 лет это уже считалось же вообще уже там как бы... Вот. А потом вдруг оказалось, что есть еще и 60 лет, что совсем удивительно. Поэтому у меня получилось так, что я как раз где-то вот после 50 лет моя жизнь превратилась в более полноценную и интересную для меня, чем была до этого. Вот. Как это объяснить довольно трудно. я пишу симфоническую какую-то музыку, пишу картины, живописи, графикой занимаюсь. Но это все вот как бы такая игра, которая не знаю, сказать вам это как-то правильно вы поймете, которая отвлекает от мысли о смерти. Это не значит, что я эту смерть боюсь. Это не значит, что я о ней все время думаю. Но все-таки все же понимают, что из этой жизни живым никто еще не вышел. я не знаю, может, кто-то не понимает. Но во всяком случае, я себе представляю, что все-таки надо в жизни чем-то заниматься, правда? Помимо того, что зарабатываешь деньги на хлеб. Кроме этого, должно что-то быть для души. Кроме красоты, которую надо искать и культивировать, и формулировать как-то красиво. Вот кроме красоты я больше ничего не вижу. Красота и любовь одно и то же. Вот любовь спасет мир или красота спасет мир? Красота же... Красота души это же тоже красота. А любовь без души... Что-то я вам морочу голову, да? Давайте про что-то другое. Вот не знаю, правильно ли вам такое пожелать, потому что все люди по-разному устроены, но я вам хочу пожелать, чтобы вы прислушали к собственному кайфу, вот к собственному такому внутреннему драйву, где вам самим хорошо. Вот вы чувствуете, вот это мне в кайф, вот это мое. И вот как бы жизнь вас не заставляла другим заниматься, и вы вынуждены что-то делать, то, что вам совсем не в кайф, но вот держите в голове все время ваш кайф и все-таки не забывайте про него, пытайтесь найти время для того, чтобы вы могли расслабиться вообще и подумать о том, что вам самое-самое близкое, самое-самое главное и самое приятное, помимо даже ваших близких людей, потому что, конечно, это самое главное, но помимо близких людей существует что-то такое, что вот между, существует, включая ваши отношения с вашими детьми, если кто-то из вас в ссоре с детьми, срочно бросайте все и миритесь. и кто виноват не играет никакой роли. Идите и миритесь со своими близкими людьми. Обязательно как можно скорее. И в этом встал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!